Всем привет! Ноябрь 2015 В 33 выпуске в гостях Тимофей Кулин Создатель катастрофы устойчивого хостинга F1 и F2 И по совместительству админ других площадок Привет Тимофей! Привет! Я хочу сказать, что Тимофей любезно согласился помогать Проекту LinkMeUp с PHP Допиливанием всяких багов и так далее Спасибо тебе за это Всегда пожалуйста Ну а после того, как я объявил это публично Уже не отвертишься Кстати, иллюстратора мы тоже уже нашли По этому 11 выпуску Сетей для самых маленьких быть И быть ему 22 декабря В день рождения LinkMeUp Эфир сегодня ведут Макс Глюк Наташа Пуртова, Саша Фатин, Лохматый Мамонт Ничего, что я раскрыл твое псевдоним? Да нет, нет Я и не скрывался никогда Ну не будем задерживаться Как обычно, новости Наташа для нас сегодня заготовила много интересного Давай Да, ну и первое у нас по традиции Новости из нашего правительства В Министерстве связи и массовых коммуникаций Предложили ряд поправок к кодексу Об административных нарушениях В которых прописаны штрафы Для провайдеров и операторов связи За отказ блокировать сайты Включенные в список запрещенных В данный момент у Роскомнадзора Нет прямого пути, чтобы заставить оператора Платить за неисполнение За несоблюдение вот этого списка Но если, как планируется в марте следующего года Эти поправки будут приняты То штраф составит от 3 тысяч Для должностных лиц До 100 тысяч для юридических И причем штраф будет не только За неблокировку внесенного ресурса Но и за неразблокировку Исключенного из этого списка Впрочем, ну вряд ли кто-то из операторов Сознательно станет блокировать доступ К каким-то сайтам просто так Ну и кстати, все эти последовательные действия Уже привели к тому, что Есть такая неправительственная Правозащитная организация Freedom Hub Она перебила Россию В категорию страны С несвободным интернетом В этой категории с нами Находятся также Китай, Иран и Саудовск-Китаве Ну впрочем Это надо не достаточно далеко Но мы в тройке Четверки Четверки, да Четверки Там 100-бальная система По которой у нас сейчас 62 балла А у остальных стран что-то в районе 90 Ну вот у Китая, Ирана и Саудовской Аравии Есть куда стремиться В общем Там есть еще карта Одной из ссылок По этой теме Где в Монголии и Узбекистане Похоже, интернета нет вообще Но буквально сегодня Мы разговаривали с одним парнем Из Узбекистана Там есть интернет Там нет скайпа, ватсапа, вайбера Но интернет там есть А что они делают в интернете? Ходят на главную страничку страны И этим ограничиваются Вспоминаются Лайкают Да, да, да А там случайно В этой поправке Не объяснили все-таки Что такое блокировка сайта? Что это до сих пор Только блокировка ДНС имени? Или это как-то расширит? Давно уже нет никакой блокировки По ДНС имени Ну, закон Слишком же легко И по-моему Ее изначально никогда не было Наоборот, была тема блокировки по IP От которого все страдали Потому что на одном IP-шнике Куча сайтов висела Да, потом была блокировка Я не помню, как именно Но там какой-то дополнительный сервер Который анализирует трафик И блокирует именно конкретные страницы На DPI Да, но в итоге-то ничего не работает Не совсем DPI В смысле ничего не работает? Блокировки работают легко Ну, любая блокировка сейчас обходится Дописыванием единички КВВВ Если кто не знает Вот Вот Я не знал, кстати Ну, как бы у меня Все блокировки обходятся Только рутрекер То Рутрекер еще не заблокирован Он через 30 дней вступает Решение суда в силу В процессе все, да Да, но если Я не знаю Давайте внесем экстремизма Кто знает Какой-нибудь сайт заблокированный Да, товарищ майор Хорошая папа Ну, окей Тогда, короче, просто поверьте Ну и проверьте на досуге Самая плохая штука Я как-то даже не слышал Никто не стал палиться Я сталкивалась в том плане Что когда я работала на предыдущей работе У нас были какие-то списки сайтов Наверное, на самых первых этапах И там, на самом деле, были всякие сайты Что-то там про ислам Какая-то экстремистская литература То есть я думаю, что нам с вами вряд ли Близко это вообще Не, ну при обычном серфинге Я буквально раза два, наверное, за все время Натыкался на заблокированные сайты Такого никогда не было Ну, у меня в основном библиотеки А, Лурквор Еще А выбор актив заблокирован У меня Йотуа торренты блокировало Но, правда, это маленько другое Ну да Только я честно скажу, что блокируются порносайты Ну как блокируются? Вот тут просто Уже в чатике пошутил Что с публикацией Fallout На 10% упала посещаемость Порнхаба Да Еще этот самый, StarCraft второй вышел Так что да, там На Порнхабе запустение, наверное, да Они оттуда теперь стримят, наверное, гейминг Ладно, давайте дальше двигаться Эх, Рома, нет для следующей новости Давай, Наташа Рома, нет для новости через одну Да Разрешите Вот, я хотела бы К следующей новости для начала Небольшую выдержку из Википедии Квантовая криптография Это метод защиты коммуникации Основанный на принципах квантовой физики В отличие от традиционной криптографии Которая использует математические методы Чтобы обеспечить секретность информации Квантовая криптография Сосредоточена на физике Рассматривая случаи, когда информация Переносится с помощью объектов Квантовой механики Процесс отправки и приема информации Всегда выполняется физическими средствами Например, при помощи фотонов В линиях волоконно-оптической связи Подслушивание может рассматриваться Как изменение определенных параметров Физических объектов В данном случае переносчиков информации И в случае с квантовой криптографией Это фактически невозможно Так как технология опирается На принципиальную неопределенность Поведения квантовой системы Выраженной в принципе неопределенности Гейзенберга Невозможно одновременно получить координаты И импульс частицы Так как невозможно измерить Один параметр фотона Не исказить в другой Так вот к чему я это Российский квантовый центр Планирует ввести в строй Первую в нашей стране Коммерческую линию Защищенной квантовой связи Сложность такая небольшая Сложность заключается в том Что в лабораторных условиях Всегда используют Специальное оптоволокно и другие компоненты Квантовый центр же Рассчитывает задействовать Обычные оптоволоконные сети И эта линия соединит Два отделения Газпромбанка Которые активно инвестируют В этот и другие проекты РКЦ Протяженность составит Всего несколько километров Ну и еще Со скоростью Которая составит Всего несколько килобит в секунду Но видимо это стоит того Данные передавались По супер же защищенному каналу В той же Википедии написано Что они стремятся Ну не наши разработчики А вообще Те кто занимаются Квантовой фотографии Стремятся к скорости 50 мегабит в секунду В аппаратных условиях И там еще Стремятся Ну дальше Команда исследователей Из Берлинского технического университета И университета Хельсинки Провели исследование сети ЛТЕ На предмет уязвимости И выяснили интересные подробности Например С помощью базовой станции И там кстати В статьях даже приведена Стоимость ее 1400 долларов Можно с точностью До нескольких метров Выяснить место расположения абонентов Традиционно Базовая станция Оперирует Таким временным Параметром Крамок TMCI Для идентификации Абонентского устройства И никаких перманентных данных Не передается То есть Ну нельзя просто Перехватить трафик Но исследователи выяснили Что некоторые приложения Социальных сетей Таких как Широко используемый Facebook WhatsApp И По-моему Viber Приложения этих Социальных сетей Могут Инициализировать Серию запросов Которая позволяет Злоумышленнику Идентифицировать TMCI устройство И профиль абонентов Социальной сети Ну а Место расположения Можно выяснить Если запросить Отчет С абонентом Устройства Который В нормальных условиях Служит для того Чтобы обеспечить Работоспособность сети И отказ за устойчивость В этот отчет В том числе Включается Количество Ближайших базовых Станций И расстояние До них Ну соответственно Это Определить Место расположения На самом деле Все может быть Еще проще Есть такая Система В современных Абонентских терминалах Что если Например Абонент Находится в роуминге А роуминг У него не подключен То при попытке Подключиться Телефон получает Отказ И больше не пытается Подключиться Дабы не тратить Силы И заряд аккумуляторов И так До перед Стрессом Ну или до До Подключения Если помните Мы в одном Из предыдущих Подкастов Говорили про Подобные станции В Америке И мы тогда Еще рассуждали Как же это так Она берет И переключает Телефон в режим 2G Так вот Тут то же самое Но здесь Объясняется Это тем Что телефон Пытается Подключиться 4G Пытается Подключиться 3G Получает отказ И автоматически Переходит в режим 2G Ну и тут уже Можно просто Использовать Все уязвимости Этого стандарта Которые только Есть Все тянем И тянем Мы за собой Этот 2G Видимо Никогда Не появится Ну Дамсы избавились Когда-нибудь От GSM Ну да От GSM Было же Дамс Для него Еще был Ампс Которые были Полуаналоговые Небольшой прыжок В историю Так Ну и Следующая новость Компания Компания ЖТЕ Протестировала Технологии Димайма Которая основана На Поприетарной Их системе Клауд Радио В полевых Условиях Им удалось Добиться 9-ти кратного Увеличения Полосы пропускания На границах Сот Им удалось Этого добиться С помощью Полной Базовой Синхронизации Между Базовыми Станциями Причем Они это проверяли Как при наличии Одного юзера В сети Так и При наличии Нескольких Абонентов В общем Они считают Это Огромным Прорывом И В будущем Это позволит Улучшить Доступ Ну то есть На тех же Я так понимаю Мощностях Как бы Больше Больше абонентов Сможет работать Ну Выходит что да То есть Они постарались Именно Исключить Во-первых Влияние Абонентских Устройств Друг на друга Ну и Во-вторых Вот эта вот Технология Димайма Позволяет Сделать так Что сигнал Получается От нескольких Станций Идет К абоненту Так что Там где Сигнал Достигает Антенны Абонента Он в максимальном Своем состоянии Максимальный Уровень Мощности Да Вот это Прикольно Кстати Получается Что Вся Эта Айперан Инфраструктура Должна быть С этой Ешная Чтобы Несколько Базов Могли Друг с другом Об этом договариваться Ну да Я думаю Что раз Это основано На их Какой-то Поприетарной Системе Может быть Они когда-нибудь Поделятся С миром Я думаю Им длиться Не придется Достаточно Чтобы она Выстрелила Эта технология Правда Я не знаю Никого в России Кто бы На ЗТЕ Строил РАН Ну да Вот интересно Насколько Они Ну как бы Их вклад Вообще В мировой Телеком То есть Много Интересно ЗТЕшных Станций Вот я знаю Да Что у нас Много Много Эриксона В России Ну ладно Давайте Дальше Интересно Если что-то Но Как-то Работает Все же Мы знаем Этого Производителя Так Ну и дальше У нас Короткие Новости Такие Отсылки Опять-таки К прошлым Подкастам Давно Мы не говорили Про технологию Лай-фай Есть Такой Исследователь Харлд Хаас И Он Показал Интересный Эксперимент В котором Он Показал Как с помощью Такого Светового Передатчика Можно Одновременно Передавать Энергию В солнечную Батарею И В этом же Потоке Передавать Информацию Продемонстрировал Такой Опыт Что Получается Есть Передатчик С лампочкой Он Направлен На Солнечную Батарею К солнечной Батарее Подключено Какое-то Устройство Терминал Терминал Одновременно И питается От этой Батареи То есть Идет Зарядная Ну Зарядка Идет И Параллельно Принимает Информацию Им Там Какое-то Видео У него На экране Шло Ну В общем Интересный Такой Эксперимент Получился Ребят Я может Что-то Не понимаю Чем отличается Это От обычного Радио Которому Уже Сто лет То что Эфир Радио Засарен Существуют Определенные Частоты На которых Ты можешь Выпускать Устройство Не Ну Я вот От того Обычного Радио Которое У тебя В машине Играет Точно Так же В одну Сторон Все вещается И все Чего Не хватает Ему Что нужно Еще Лайфай Ну так Ты Теоретически На таком Открытом Лазере Можешь Получить Скорость Как в Оптоволокне Теоретически То есть Это Осталось Практически Реализовать Ну Даже Не знаю Это какой Он должен быть Достаточно Интенсивный Я так Понимаю Либо Он Направленный А это Значит Что Нельзя Ходить Одновременно Вместе С устройством Не Ну Естественно Направленный Как бы Должен быть Да Там Либо Источник С приемником Должны Друг за дружкой Следить Но Я Где-то Наверное Лет 8 Видел Первые потуги Там Японцы Что ли Показывали На какой-то Выставке То есть Они тогда Занимались Только передачей Энергии В лазерном Луче То есть Не знаю Под Куполом Выставочного Зала Летал Самолетик А у них На стенде Стоял Излучатель Который Лазерным Лучом Винт Свой Крутить И не Падал То есть Сейчас Лет 8 Если не Больше Назад Было Это Тогда Считалось Дико Круто И передовая Лазерная Наука Сейчас Пытаются Еще В этот Луч Запихнуть Еще и Сигнал То есть Ничего Нового В передаче Сигнала Здесь Нет Здесь Вопрос Весь В передаче Энергии И как Это Все Совместить И когда Это Все Взлетит На Больших Хороших Скоростях То Не знаю Всякие Страдающие Люди На заводах И прочие Сидящие На радиоканалах По большому счету Страдать Перестанут Погоди А как Обратно Этот канал Организовывать Точно так же Светить В эту Передающую Лампочку Ну поставьте Рядом с ней Приемник Как бы Лазерный луч Ну сколько там У него Ну сантиметр Он в диаметре будет Не ну погоди Если он В своей презентации Показывает Солнечные панели Эти батареи Это значит Оно Ну как бы Широковещательно Не для одного Но вполне Вполне может быть Уже да Я просто честно скажу Я эту презентацию Не видел То есть Ну а почему бы Не принимать От нескольких Ну как бы В каком-то В каком-то Одном месте Да А в другом На как бы На конце У пользователя Стоит уже маленький То есть Небольшая Как бы Антенка Да Которая принимает И излучатель Который светит Куда-то Вот в ту сторону Где стоит ферма Приемников Ну как-то Это Ну в общем Как-то Да Как-то Под вопросом Честно говоря Опять же Одно дело Там скажем У нас коптер А другое дело Там Мобильный девайс То есть Это мне надо Где-то на спине Носить На голову Шапочку Надевать Ну да С светодиодом На конце Но для мобильных Девайсов Я согласен Это как-то Очень Такая Не совсем Применимая Вещь Это все-таки Для стационарных Вещей Там Потому что Одно дело Когда тебе надо Поставить приемник И другое дело Что тебе к нему Еще надо питание Откуда-то Завести И в общем-то Это Бигдил Избавить от проблемы Заводки питания Труднодоступные места Ну а второй вопрос Какой юзкейс Все-таки У этой технологии То есть Предполагается Там Где нет возможности Протянуть оптику Например До этого человека А что будет Источником Этого сигнала В смысле Что будет Оптику Дотянуть Можно Ну в общем Да То есть У нас где-то Ставится источник Где-то приемник Или что В чем проблема Главное Чтобы дерево Не выросло Ну да Нет Еще Видишь Еще как бы Весь вопрос Стоимости этой технологии Да То есть Сколько оно будет Это стоить Потому что Если это Благодаря там Китайцам Или еще кому-то Вся эта история Начнет Стоить 50 рублей Ведро Да То там Гигабитные сети Могут себе Начать строить школьники Как бы В зоне прямой видимости Там Из дома в дом Выставив в окошко Передатчик И это замечательно Это хорошо То есть Ждем Сейчас есть уже Такая штука Как боксы Как там Безпроводной Оптический канал связи По-моему Мы их даже тестировали Когда Просто лазером Две пушки Друг друга светят Ничего этого Ну нет А новое Здесь заключено В том Что К принимающему боксу Не надо подводить питание Да Что он питается От этого же Как бы Да Что энергия Придается В луче И это раз И это два Насколько я помню Эти боксы стоят Как бы Как крыло самолета И там Скорость очень плохая Почему Гигабит есть уже Гигабит есть Ну замечательно А с одной Проблемой избавились Осталась Проблема стоимости Ну вообще На самом деле Все равно Это очень погодозависимо Да нет Естественно Это же не панацея Никто же не говорит Что это мы там Когда это сделают На следующий день Все выкинут И будут пользоваться Только этим Это просто еще одна Технология Которая Которая позволит Выбирать из других Потому что хорошо Когда можно выбирать И не ограничен Только одним Решением Согласен Ладно Поехали дальше Как раз Про мобильные устройства Про мобильные устройства Ну который Project Loon Да Google Начинает Наконец-таки Такой уже Масштабный проект Внедрение Этой своей Технологии Project Loon Делать это Она будет В Индонезии В Индонезии Как выяснилось Как нельзя Лучше подходит Для тестирования Там всего лишь 29% Жителей Имеет доступ Ко всемирной сети Очень трудно Провести интернет Потому что Все на островах Все И Ну очень Рассредоточенные Люди живут Поэтому Сложно предоставить Всем Доступный Интернет Поэтому Решили Запустить Там свои Шары Точное количество Неизвестно Там несколько сотен Они будут Курсировать На высоте 20 тысяч метров Над землей И каждый Такой шар Диаметром 12 метров Может обеспечить ЛТЕ доступ На территории Около 40 километров При этом Шары Управляются Автоматически И на место Выборшего Будет сразу Запускаться Новый Ну вот Это и будет Первое Такое Первое Полевое Испытание А это только Типа В лабораторных Условиях Чисто Как Тест Делали Ну да То есть Я так понимаю Они там Учили Все эти шары Как-то Контролировать Вот Мне интересно Как мобильное устройство На 20 километров Светит Вверх Почему А Там Высота запуска Эти шаров Написано Было 20 тысяч метров А для А для ЛТЭ На земле Как бы там Зоны Работы базы Станции Несколько Сотен метров По-моему Они обещают Скорость 10 мегабит В секунду Видимо У них есть Основания Не ну Я думаю Гугл Просто так Слов-то на ядер Не бросает Конечно Просто интересно Вот А была бы У них доступная Технология Лазерной связи То острова Находящиеся В зоне Загоризонтной Видимости Можно было бы Сразу заплетать Вот Возвращаясь К юзкейсам Не в сезон Муссонов Только А может там Солнце 360 дней в году И этой проблемы Нету Ладно Ну в общем Последняя На сегодня Такая Тоже Короткая Новость Сообщение Компании Ericsson И Telstra Сообщили О достижении Как По достижению Нового рекорда Скорости Передачи данных Мобильной сети Четвертого поколения Скорость у них Превысила 950 Мбит В секунду При этом Они использовали Спектр Суммарной шириной 100 МГц Задействовали По моему 5 каналов По 20 МГц Да На Частотах диапазонов 700 1800 2100 2600 На последней частоте Они использовали Две полосы По 20 МГц Вот Такой вот Еще один Пунктик Ну На пути К 5 Поколения Да Ну Я думаю На этом мы Новости Заканчиваем И переходим К гостям К гостю Тимофей Расскажи нам Немного о себе О том Зачем понадобилось Сделать еще одну Хостинговую площадку Да Привет всем Еще раз Меня зовут Тимофей Мне Почти Чуть меньше 30 лет Сейчас Только что появился Второй детенок Ура всем Кстати да Поздравляю Спасибо Зачем Нужно делать Еще одну Хостинговую Компанию Последние Несколько лет Я работаю Одним из Администраторов 1gb.ru Вижу Как Все устроено Изнутри И в частности Вижу Аварии Не только Те которые Видны со стороны Клиента А вообще Все аварии Потому что Часть аварий Они локальные И затрагивают Не всех клиентов Аварии Случаются Относительно редко Но тем не менее Время восстановления После аварии Может занимать От нескольких часов До нескольких дней В зависимости От тяжести Таких аварий Есть большое число Сайтов Которым Это более-менее Все равно Там Не знаю Сайт Визитка Сайт Домашняя Страничка Про моего котика А есть Сайты Для которых Работа в сети Это деньги Например Это интернет Магазины И если Сайт День лежит То Условно Это Как День Владелец Просто платил Всем зарплату Просто так А покупателей У него не было Получается Что день работы Сайта Обходится дорого То же самое Бывает Со всякими Представительскими Сайтами Которые просто Не должны лежать Из-за того Что это Имидж Крупной компании После того Как ко мне Обратилось Несколько Клиентов На Частной Основе Сделайте Нам так Чтобы наш Сайт Не падал Если случилась Авария Я решил Заняться Построением Масштабируемого Решения Чтобы Новый Клиент В него Включался Относительно Просто И без Изменений Со стороны Проекта Клиента Слушай А можно Сразу Вопрос Задам Да Вообще Кажется Что Вещь Достаточно Нужная Как Ее До Этого Решали Вряд ли Ты Первый Кто Этим Озаботился Есть Разные Варианты Решений Например Когда Я исследовал Что Вообще На Этом Рынке Есть Я Находил Предложение Кластерных Решений От Больших Костеров Но Там Были Два Момента Первый Момент Что Две Точки Располагаются Относительно Рядом Например Обе В Москве А у нас Уже Было Такое Что В пол Москвы Свет Отключался Например Даже Если Сам Дата Центр Продолжит Работать То Не факт Что Продолжит Работать Интернет В этом Дата Центре От Этих же Генераторов И Второй Момент Это Ценник От 50 Тысяч В Месяц И От 100 Тысяч За Установку Что Не Подходит Для Мелких Средних Компаний Это Просто Дорого Поэтому Я Решил Сделать Что То Подобное На Приемлемом Уровне Надежности Но Заметно Дешевле Какие-нибудь На коленке Придуманные Решения Самими Заказчиками Повают Да Сначала Было Несколько На коленочных Решений Это Например Попытки Репликации Мейскуэль Базы Через Встроенную Систему Репликации И Копирование Файлов Раз в Минуту На запасной Сервер Но Этот Вариант Он Как бы Проигрывает Именно Из-за Репликации Мейскуэль Часто При этом Ломается Особенно При репликации На большое Расстояние Еще Из Наколеночных Решений Бывают Просто Например Раз в Сутки Делать Копию Сайта И Переключать IP-адрес В случае Аварии На основной Площадке Это может Подходить Для Информационных Сайтов Но не Подходит Для Интернет Магазинов Потому что Они теряют Заказы За последние Сутки И не Могут С ними Работать Понятны Минусы Этих Решений Еще Минус Наколеночного Решения В том Что Каждый Наколеночник Должен Будет Делать Это Сам То есть Кроме Того Что Это Будет Менее Качественно Так Это Еще Будет Дороже В плане Оплаты Работы Администратора Наколеночное Решение Оно Редко Получается Так Что Настроил И Оно Работает Его Нужно Будет Все Равно Время От Времени Пинать И Пинать Его Должен Именно Этот Человек И Он Скорее Всего Будет Хотеть За Это Каких То Денег На Постоянной Основе В В Варианте С Предоставлением Готовой Услуги Работа Администраторов Она Как На всех Клиентов И Уже Не Становится Такой Заметной То есть Клиенты Получается Дешевле Чем Строить Своё Решение Смотри Ты Со Своей Стороны Тогда Получается Что Предоставляешь То есть У тебя Есть Несколько Серверов На Площадках В разных Дата Центрах Раскиданных По Миру Или К тебе Приходит Клиент И Оцениваешь Что Ему Надо И Уже Исходя Из Этого Идёшь И Смотришь Где Это Можно Реализовать У Меня Есть Уже Готовые Серверы В Дата Центрах В Москве И Санкт-Петербурге То есть Серверы В России Но В разных Городах Когда Приходит Клиент Для него Выделяется Виртуальная Машина С Теми Ресурсами Которые Клиенту Нужны И Дальше Он Работает Как С Обычной Виртуальной Машиной Для Клиента Разницы Никакой Нет Можно Запускать Обычные Проекты А В Европе Нет Серверов По Какой-то Особенной Причине Сначала Были Серверы В Германии Но Во-первых У нас Начали Выходить Законы Ограничивающие Работу За рубежом И Клиенты Начали Говорить О том Что Мне Нужен Сервер В России Потому Что У нас Там Данные Мы Не Хотим Никаких Проблем С Блокировками И Во-вторых Здесь Все-таки Проще Купить Оборудование Проще Договориться С Дата Центрами Ну То есть Просто В своей Стране Проще Работать Понятно Первые Два-три Года Я Размещался В Германии Там Было Хорошо Но Свое Оборудование Решил Все-таки Ставить В России Понятно Так Ну И Основной Целью Работы F1F2.ru Это Как раз Моего Отказоустойчивого Проекта Является Бесперебойная Работа Клиентских Сервисов Это Не означает Только Виртуалку Это Означает И Сервисы Внутри Виртуалки То есть Дополнительно Может Мониториться Работа Самого Сайта Или Приложения Клиента И Делаться Какие-то Починки Внутри Сервера Если Например Место Начинает Заканчиваться Или Еще Что-то В этом Роде Так Дальше К технологиям Интересно Да К технологиям Да Значит Начнем С вариантов Синхронизации Данных Между Дата-центрами Так Нет Этого У меня В плане Нет Начинаем С получения IP-адресов Есть Уже Давно Мнение Что IP-адреса Закончились По-моему Недавно Расскажи Какие Проблемы Ожидались Какие Ты встретил И потом Как Ты их Решал Ну да Понятно С IP-адресами Что Бриф Такой Был Сначала Я расскажу Про получение И использование Собственной Сети IP-адресов Их Настройка Организацию Маршрутизации Этих IP-адресов Одновременно Между Двумя Дата-центрами Чтобы Адреса Работали И там И сям И независимо От того Где Находится Виртуалка И Внутренности Сети Это О том Что Шифрование Трафика Оказалось Необходимым И О Скорости Переключения Трафика Через BGP Значит Сначала Собственно Про получение IP-адресов Вариантов Было Несколько Первое Это Получение Сети Адресов От Дата-центра Второе Это Аренда Сети Адресов И Третье Это Самому Становиться Лиром И Получать Тысячи Адресов Как Новый Лир При этом Получение IP-адресов От Дата-центра Связано С теми Проблемами Что Даже Если Дата-центр Разрешит Их анонсировать Откуда-то Еще Проект Получается Привязанным К конкретному Дата-центру То есть Например Дата-центр Перестал Чем-то Устраивать Нужно Переехать Опс А мы Завязываем На IP-адреса Это плохо Кстати Недавно Как раз Был Переезд Московской Части Хостинга Из одного Дата-центра В другой И Все прошло Гладко В частности Из-за того Что IP-адреса От них Не зависит Второй Вариант Это Аренда IP-адресов Этот вариант При малом Количестве Адресов Оказался Оптимальным И Сейчас Сетка Именно Арендуется А что Значит Аренда Как Работает Работает Следующим Образом У Лиров Ну Есть Большие Блоки IP-адресов Которые Они Получили От Райпа И Дальше Они Эти Адреса Сдают В аренду Я Заключаю Договор Что Мне Нужно 256 IP-адресов Это Минимальная Сетка Они Говорят Окей Ты будешь Платить Столько Можешь Пользоваться Этими Адресами Дальше Я Плачу И Пользуюсь То есть Это Примерно То же Самое Что Получить Эти Адреса От Райпа То есть В использовании Разницы Никакой Только Платить Нужно Ежемесячно И больше Чем Если бы Адреса Были Напрямую Варианты Получения Провайдера Независимых IP-адресов К сожалению Уже Нет Райп Кончились Да Райп Их больше Не выдает Не выдает Уже Давно А то Было Хорошо Потому что Там Нужно Было Платить Условно 50 долларов В год За Сетку Любого Объема А не 50 долларов В месяц За 256 Адресов Будущее За IPv6 Да Это В планах Да Кстати А вы Сейчас На IPv4 То есть IPv6 Вы Никак Не Да Пока IPv4 IPv6 Я время От Время Не Посматриваю Ну Что Никто Пока Особо Про него Не Спрашивает Пока Сложностей Больше Чем Реальные Необходимости То есть Никто Не Спрашивает Ты Не Предлагаешь Да Я Ориентируюсь В частности На 1GB На 1GB Клиентов Много Ни одного Вопроса Про IPv6 Я За всю Историю Работы Не Видел То есть Пока Все Работает Но Всем Все Хорошо Сам Я У себя Для Экспериментов Конечно Настраиваю У меня IPv6 Работает Но Это Чисто Личная Инициатива К работе Отношения Не Имеет Дальше По Стоимости Со стороны Дата Центров Здесь Есть Разные Подходы Основная Масса Дата Центров За Работу С собственной Сетью Адресов Хочет Абонентскую Плату Это Может Быть Либо Прямая Абонентская Плата Либо Заключение Какого-то Соглашения Что Ты Бери у нас Такой канал За 10-12 тысяч И тогда Мы будем Анонсировать Твои адреса То есть Ты сначала Платишь За аренду Этих адресов А потом Ты платишь За их Использование Еще Да Это уже Дата-центр Чтобы он Со мной Установил BGP Сессию Причем Вот этот Подход С абонентской Платы Он мне Не очень Понятен Настраивают Они у себя Настройку Делают Один раз Деньги Потом Берут Постоянно Как Нелогично Разбойники Да Но В тех Дата-центрах Где я сейчас Размещаюсь В питерском Аренда Стоит Один рубль В месяц То есть Сессия Как мне Объяснили Потому что Бухгалтерия Не разрешила Поставить На услугу Ценник Ноль Они это Провести Не могут Нормально Опять Технологии Уткнулись В бухгалтерию Как это У нас Часто Да Да И во втором Дата-центре Просто Разовый платеж Со мной Сессию Настрой И дальше Будет работать До переезда Платил Абонентскую Где-то Две тысячи В месяц За поддержку Сессии То есть Просто за то Что они Не в шатдаун Отправляют Да Ну да За то что Мой маршрутизатор Работает Их маршрутизатор Принимает мой анонс И отправляет его дальше А за трафик Какая-то Отдельная плата Есть Ну да Трафик На это Никак Не влияет То есть Оплата Канала Отдельно BGP Отдельно Скоро так За TCP Деньги Брать начнут Так Дальше После того Как Договорился С дата-центрами Нужно Естественно Эти адреса Анонсировать То есть Сделать так Чтобы они были Видны всем А не только Я знал Что у меня Эти адреса есть Настройка В общем-то Достаточно Простая Гораздо Проще Чем я думал Условно 10 строк Конфигурационного Файла И адреса В сети Что в одном Дата-центре Что в другом Все получается С первого раза И проблем Не доставляет В моем случае У меня Никаких специальных Маршрутизаторов Нету Используется Программный Анонс Через Квага Все работает Проблем Не доставляет То есть Настройки Именно на этой части Бояться не стоит Все просто А ты анонсируешь Сразу Всю сетку Или Как-то По адресам Сразу всю сетку То есть У меня Сеть 256 Адресов Это Просто минимальный Объем Который Можно анонсировать То есть Ты ее С двух Дата-центров Анонсируешь Да И дальше Как раз О том Как потом Это работает Внутри Когда Сетка Анонсируется Одновременно С двух площадок Половина Трафика Приходит В один Дата-центр Половина Трафика В другой Дата-центр Естественно Это надо Как-то Связать У меня В экспериментах Было Несколько Вариантов Сетей Первым Шел Тинг Позволяет Организовать Полносвязные Ethernet VPN То есть Это надо Объяснять Нет? Я думаю Не надо Вообще Можно Что это Такое Работает Это Следующим Образом На каждом Сервере Поднимается Виртуальный Адаптер И Работает Как Обычный Ethernet Эдаптер В конфигурации У него Прописываются Соседние Серверы И Он Начинает Слать Ethernet Пакеты Туда Куда Нужно То есть Условно Есть Три Сервера Виртуалка 1 Работает На сервере 1 Виртуалка 2 Работает На сервере 2 Вот Когда Они Общаются Трафик Пересылается Между ними Если Виртуалка 2 Переезжает На сервер 3 Значит Тинг Узнает О том Что Расположение Мак Адреса Поменялось И Начинает Слать Трафик Уже На сервер 3 С точки Зрения Использования Это Выглядит Как Обычный Свитч То есть Как будто Все Серверы Включены В один Большой Свитч И Между Собой Работают Это В смысле Через Какой-то Центральный Сервер Этого Тинг Проходит В том То И Дело Что Нет Серверы Связываются Между Собой Напрямую Никаких Центральных Серверов Нет Ни Для Организации Соединений Ни Для Работы Да Вот Это Единственное Решение Которое Я нашел Open Source И Именно Для Полносвязной Сети Так Все Так Как Свитч Он должен Маки Там Изучать Как Свитч Он Изучает Маки И Шлет Трафик Только Туда Куда Надо В мире Энтерпрайз На Виртуализации Все Это Давно Уже Придумано И Реализовано Из Коробки Ну Ладно Ценник Вопрос Цены Ну Да Да Поэтому Я Гору Энтерпрайз Нет А на Физическом Уровне То Мы Ну В смысле Не знаю Даже На Каком Уровне Сказать То Есть Сервер В Москве Есть В Питере Между Ними Устанавливается Некого Рода Я так Понимаю Л2 VPN Туннель Правильно Да А снаружи Он Все равно Проходит Через Интернет Так Или Иначе Да Снаружи Это На Выбор Либо TCP Либо UDP Трафик Шифрование Реализовано Уже Внутри Канала То есть Снаружи Это Обычный TCP Или UDP Канал Нужен Для Синхронизации Данных Между Серверами Для Общения Для Передачи Данных Клиентских Да Более Более того Вот В этом Тинке Мне Понравилось Что он Умеет Строить Обходные Маршруты То есть Если напрямую Два сервера Не видно Но можно Добраться Через Третий То у Тинка Есть Режим Который Позволяет Это Сделать Чем Мне Не Понравилось Это Решение Почему Я От него Отказался Это Непонятно Как он Работает Внутри То есть В документации Нет Каких-то Гарантированных Задержек Что после Переключения После Переезда Мак-адреса С одного Компьютера На другой Вот В такой-то Срок Все серверы Об этом Узнают И Все Заработает Снова Правильно В моем Решении Должна быть Возможность Живой Миграции Виртуальных Серверов То есть Если сервер Работает В Москве Мне нужно Добавить Диск на сервер Или Установить Обновление То клиентские Машины Должны прозрачно Переехать И при этом Не терять Трафик С Тинком Это сделать Не получилось После этого Был испробован OpenVPN Но оказалось Что его Просто неудобно Настраивать Из-за Потенциально Большого количества Туннелей В перспективе То есть И потом Это между ними Как-то еще Нужно маршрутизировать Система получалась Просто сложной Для понимания Был вариант Был вариант Организовывать Туннели Через ГРЕ И тоже Эзернет То есть Варианты ГРЕ Эзернет И ГРЕ На третьем уровне Гонять IP Трафик Эзернет Не подошел Тоже Сложной Для понимания Маршрутизацией То есть Проблема И Большим количеством Опять же Туннелей Которые нужны То есть ГРЕ Эзернет Он может Устанавливать Туннель Один туннель Связывает Два сервера То есть Опять же Нужно На каждую пару серверов По туннелю Получается Много Непрозрачно А у тебя В перспективе Сколько планируется Серверов Что ты об этом Беспокоишься Всегда надо задумываться На штабирование Скорее да У меня пока нет Планов По поводу того Что поставить сервера В каждый дата-центр России Но Тем не менее Система должна быть Понятной И Должно быть понятно Как ее Расширить В случае Необходимости Тут Ну как бы Реально Архитектурное Решение Нужно принять Которое В случае Если Все выстрелит И понесется А понесется Быстрыми темпами Чтобы ты мог Добавить Без всяких проблем Что да В случае Гре Это конечно Да Наверное В очень удачный момент Я наткнулся На статью О Мультипоинт Гре Который Встроен В ядро Линукс И может Гонять Трафик Третьего уровня При этом Есть Один Виртуальный Адаптер И Сколько угодно Виртуальных Каналов Между Серверами Эта Штука Мне очень Понравилась И именно Она сейчас И используется То есть Один Виртуальный Адаптер И в нем Прописывается Что Трафик Для этого Айпишника Слать на Сервер 1 Для другого Айпишника Слать на Сервер 2 А на Линуксе МГР Тоже Как Хабансполк Работает Или они Там Сервер Равнозначные Поясни Что такое Хабансполк Ну когда у тебя Один сервер Является Центральным Нет Там ты Заранее В конфиге Прописываешь Какой Трафик Куда Слать То есть Прописываешь Там Трафик На Сервер Как Это В общем Центрального Сервера Нет Вот эта Маршрутизация Уже Внутри МГР Она Делается Вручную Либо Вручную Либо Скриптами При этом Делается Она Понятно То есть Это Можно Объяснить Человеку За 10 минут Как она Делается Он Это Поймет И все Будет Работать Не возникает Проблема Организовать Это Для 10 Серверов Для 20 Или Для 100 Дальше После того Как Определился С вариантом Туннелирования Трафика Нужно Было Определиться С тем Как Строить Внутренние Маршруты То есть Анонсировали Мы Сеть Адресов Наружу В интернет Пришел Трафик И мы Должны Знать В каком Дата-центре На самом Деле Работает Та машина Для Которой Трафик Пришел Вариантов Рассматривалось Два Это Полуручная Маршрутизация Или Маршрутизация Через Скрипты То есть Условно Центральный Сервер Знает Какой Трафик Куда Слать И Всем Об этом Сообщает Серверы Прописывают Маршруты В свои Таблицы Статические И работают По ним И Вариант Второй Это Динамическая Маршрутизация УСПФ Где Серверу Приемнику Достаточно Анонсировать Свой IP-адрес Что Да Эта виртуалка Работает На мне Шлите Трафик Мне И Все Об этом Сами Узнают Вариант Динамической Маршрутизации Мне показалось Удобнее И В нем Можно Делать Интересные Вещи Как Работа Одного И того же IP-адреса В разных Дата-центрах То есть В одном Дата-центре Один Сервер Отвечает На запросы В другом Дата-центре Другой Сервер Отвечает На запросы Получается Что Серверы Отвечают Быстрее Из Ближайшего Дата-центра К Клиенту А А как Они Между Собой Договариваются Я Вот этот Момент Как-то Мне Не Очень Понятен В этом Случа Между Собой Они Либо Никак Не Договариваются То есть Это Какой-то Статический Контент Либо Они Договариваются Как-то Уже Внутри Проекта Клиента То есть Решением Это Не Обеспечивается Можно Анонсировать Один Айпишник С двух Дата-центров Будут Две Виртуалки Которые На этот Айпишник Отвечают А что Будет Происходить Внутри Это Уже Другая Задача Ну То есть Состояние Внутри Виртуалок Ты Никак Не Синхронизируешь Да То есть Это Две Разные Виртуалки Просто Они Могут Отвечать Например Это Может Быть Прокси Сервер Какой-то Локальным Мини SDN Мини CDN Ну Да Далее Для того Чтобы Засунуть Трафик Внутри Туннеля Встал Вопрос Что Полезная Емкость Каждого Пакета Сокращается И Нужно Выбрать МТУ Который Будет Использоваться Либо Стандартный 1500 Байт И Соответственно Длинные Пакеты Будут Каждый раз Фрагментироваться И отправляться По два Пакета Либо Уменьшать МТУ И Стоять МТУ Меньше С запасом На служебную Информацию Протестировав Работу Разных Приложений С МТУ Меньше Чем 1500 Я никаких Проблем Не нашел И Решил Уменьшать МТУ Чтобы Канал Использовался Более Эффективно Так Дальше Одна из Самых Интересных Странностей Которая Мне Встретилась Это Организация ГРЕ Туннеля Между Дата Дата Организация Дальше Какой-то Обычный Трафик Походит Нормально Все Тесты Тесты Работают Усп Пакеты Не Проходит Похоже Либо на Бак Либо Система Защиты Вот Дата Дата Центр Сказал Что Системы Защиты У них Все Выключены По Настройкам Все Должно Работать Да Это Бак Но Когда Исправим Непонятно Когда-то Может быть Исправим А может Быть И нет Дальше Это Зависит От Поставщика Поставщик За месяц Не ответил За два Не ответил Ну Это Enterprise Это по-моему История Долгая Кроме того Что Дорогая И Видимо Тут Заплывает Шифрование Да И Тут Как раз Оказалось Что Трафик Надо Шифровать Как Только Включается Шифрование Трафика Во-первых Начинает Работать Динамическая Маршрутизация А во-вторых Бонусом Получаем Минус Две Миллисекунды На Пингах То есть Маршрутизаторы Понимают Что они Не могут Понять Что там Внутри Не лезут Не исследуют И экономят Две Миллисекунды Прикольно Я даже Не знал Что Так Бывает Любопытный Факт В смысле Он пытается Разобрать Пакет Какой-то Мушетизатор Походу Видит Что не может И не обрабатывает Его Поэтому Сокращается Время Да При выключении Шифрования Пинг Был 13 Миллисекунд При Включении 11 Я сам Удивился Потому что Думал Наоборот Накладные Расходы Будет Медленней Нет Оказалось Быстрее А серверу Насколько тяжело Этим заниматься Объемы трафика Там и маленькие Ну В моих масштабах Пока легко То есть Сервер этого Не замечает Гигабит Он Спокойно Как бы Пропускает На тестах Ну Не гигабит По-моему 700 что ли Мегабит Ну Между Городами По публичному Интернету Это неплохо В одну точку А ты не задумывался О том Чтобы VPN У какого-нибудь Провайдера Арендовать Потому что Так же В принципе Интернет Не обеспечивает Никаких SLA тебе Да Не обеспечивает Вариант Аренды VPN Рассматривался Гигабитный Канал Между Москвой Питером Стоит 60 тысяч В месяц И как только Это будет Экономически Целесообразно То это сделается Пока это просто Дорого Хотя конечно Гарантированный Канал Свой Это хорошо Но дорого И Последнее О чем я хочу Рассказать Это Переключение Трафика Между Дата-центрами С помощью Анонсов BGP Видел Много Статей Которые Говорили о том Что через BGP Переключение Идет Чуть не По Несколько Минут Что это Ничуть не Лучше Чем Переключение Через Смену Например О записи У домена Проверил С помощью Сервиса Мониторинга Ping Admin Сколько-то Десятков У него Точек По всему Миру Переключение Происходит За Несколько Секунд Через 3-5 секунд После Гашения Анонса В одном Из Дата-центров Весь Трафик Уже Начинает Идти Во второй Проблемы Не оказалось Слышно Возможно Потому что Два города Так близко И в Пределах Одной Страны Может Если Сервис В Германии Все Правда Будет Подольше По времени Возможно Но я Не вижу В самом Устройстве BGP Каких-то Принципиальных Вещей Которые Должны Были Давать Задержку В несколько Минут То есть Да Машутизаторов Много Да Таблицы Большие Но Изменения Происходят Не так Часто И вряд ли Они Все это Будут Обрабатывать Несколько Минут Да Любопытно Я всегда Думал Что BGP Достаточно Такой Недлительный Товарищ Как вариант Можно просто Провести Эксперимент Погасить Анонсировать Сеть адресов Из одного Из другого Дата-центра Это все происходит Абсолютно Прозрачно Задержка В переключении Несколько секунд На клиентские Запросы Вообще Никак Не влияет Так И Второй вариант Переключения Трафика Через BGP Это Путем Увеличения Длины BGP Префиксов То есть В дата-центре Который Хотим Отключить К анонсу Добавляется 20-30-40 Своих же Автономных Систем Все маршрутизаторы В интернете Понимают Что путь Длинный Идти сюда Нельзя И Вестер Плавно Уже здесь Без перерывов Перенаправляется Во второй Дата-центр После этого В первом Анонс Можно Спокойно Выключить И Переключение Происходит Гладко Без Потери Запросов Вообще На самом Деле Это Скорее Везет Как бы С Конкретными Там Дата-центрами И Конкретными Провайдерами Потому что Припент Припент Господи Ты конечно Можешь его сделать Да Со своей стороны Но Провайдер Как бы Не обязан Его считать Может он По Локал Проференс Считает Например Чтобы он Его не считал Он должен Айспас Очистить От повторяющихся Мне кажется Вряд ли Кто-то Этим Занимается В смысле Он может Для течения Айспас Это Очень Тоже Дневная Практика Да Ну Как бы Пэш Это Дело Провайдера Как бы Считать По Этой Метрике Не Погоди Есть Стандартные Стандарты Флопа Которые Проходят Планшутизатор Выбирая Маршрут И Один из них Это Айспас Припент Который Довольно Высоко Стоит Да Но Перед ним Есть Все остальные Локал Преференс Например Ну Если Локал Ну Ты думаешь Он сам Будет Локал Преференс Настраивать Ну Он Может А ты На это Как бы Никак Не можешь Повлять На самом деле Как бы Даже Не знаю Локал Преференс Работает Когда у тебя Два Линка Есть А там Ну Возможно Один И Суть в том Что Допустим Локал Преференс Действует Только Предел Одной Аэс А ты Аэс Спас Он Будет Идти Куда Угодно И Серега Ну А в чем Проблема Как бы Все равно Ну Как Объяснить Это все равно Остается На Усмотрение Провайдера Не знаю Просто Насколько Распространено То есть Понятно Ты можешь Попробовать Повлиять Макс Какого Провайдера У тебя Один Провайдер В Питере Другой Провайдер В Москве У них Нет Общего Локал Преференс Нет Общей АС А с Питера Пойдет С 20 АС То Клиент Новосибирский Выберет Того Которого Уйдет Один АС В любом Случае Ладно Проехали Нет На самом Деле Там Как бы Не все Так Просто Ну Ладно Все Даже Если Кто-то Настроит Такой Необычные Настройки Для него Пройдет Переключение По второму Варианту Когда Анонс Погасится То есть Через Несколько Секунд Но ты же Принимаешь Только Один Либо Гасишь Либо АС Пасс Увеличиваешь Нет После Увеличения АС Пасс Я же Зачем-то Это Делаю То есть Видимо Мне нужно Выключить Сервер И В любом Случа В итоге Я Этанонс Все равно Погашу Просто Делаю Это Более Плавно Красиво Ну В общем Все Что у меня По плану Было К рассказу Если Есть Какие-то Вопросы С удовольствием На них Отвечу Не Ну слушай Вот пока Ты не начал Рассказывать Мне казалось Что это Сложнее А так В принципе Никаких Rocket Science Нет Да Даже Мне Все это Знакомо Да Ничего Супер Сложного Нет То есть Более Менее Любой Квалифицированный Администратор С этим Разберется Вопрос В том Что Самому Поднимать Эту Инфраструктуру Это просто Дорого А здесь Инфраструктура Делится На много Клиентов И решение Получается Сопредставимым С ценой Просто Двух ВДС У разных Провайдеров Ну вот Да Я тоже Хотел сказать Что в принципе Инфраструктуру Можно поднимать Только уже По факту Прихода Заказчика Ну естественно То есть Надо держать Уже Арендованную Сеть Готовую Но Мощности Закупать Можно Только По факту Или Не успевают Датацентры Предоставить Вот это Я не очень понял Почему Мощности Надо закупать По факту Ну то есть Как я понимаю Ты держишь Арендованные Сервера Или у тебя Они свои Стоят Сервера Свои Арендованные Были В Германии В России Уже Своё Оборудование Просто Честно скажу Не знаю Что именно Сейчас происходит Но не так давно Ещё Что арендовать Место в стойке Для своего сервера Что брать Арендный Датацентр Зачастую Стоило практически Одинаково Полностью согласен На начальных уровнях Арендовать сервер Может быть Даже дешевле Чем арендовать Место в стойке У меня один Из таких серверов Например Используется Для хранения Резервных копий В третьем Датацентре Там арендуется Сервер За 4000 рублей В месяц С кучей терабайтов Место на дисках И спокойно Себе работает Если была бы Задача взять его Дешевле То предложение Начинается От 1500 рублей В месяц Уже за сервер С каналом Это дешевле Место в стойке Вопрос Возникает В том Когда нужно Арендовать сервер Допустим 100 гигабайтов Памяти Да Несомненно Тогда это уже Арендовать Становится просто Дорого Я подсчитывал Окупаемость При оплате Аренды Стоимость Своего сервера Выплачивается Меньше чем за Один год То есть Сервер еще на гарантии А уже Окупился Ну да Но еще Наверное Не каждый Дата-центр Может Такой сервер Предоставить По запросу Да Конечно Это потому И очень дорого Что это Мало Востребовано А как Обслуживать Свой сервер То есть Если с ним Что-то случается Ты сам Выезжаешь Или Нет Сам я К своим Серверам Не езжу Обслуживается Силами Дата-центра То есть В рамках Той же стоимости Нет За работу С сервером Нужно платить Платить Дополнительно Но Это Гораздо Быстрее И дешевле Чем ездить К серверам Самостоятельно Особенно Учитывая Что они Распределены По разным Городам Какая-то Может быть Работа Перезагрузить Его Или Пульс Ну Поменять Диск Например Ну да Причем Очень Не На самом деле Удаленное Обслуживание Серверов Интересная вещь Я знаю В некоторых Дата-центрах Уже ввели Такую практику То есть Инженер Дата-центра Он вешает Там себе На лоб На грудь Куда удобнее В общем Гоупро И полностью Снимает Весь процесс Что в случае Если он А ты отслеживаешь Да Ну нет Ты можешь Как бы В онлайне Это вроде Они не показывают Но они хранят У себя запись На тот случай Если да Если ты им Потом выкатишь Претензию Что они там Я не ломал Да Они тебе Показывают Записи Говорят Что вот Смотрите Прикольно А с таком Еще не слышал Как насчет Гоупро Но как бы Везде всегда Стоят В дата-центре Один из Основных Аспектов На чем стоит Это физическая Безопасность То есть Камера у них Стоит везде И Фактически Я думаю Что ты можешь Посмотреть В ту камеру Которую смотрят На твои сервера А ты можешь Стать так Что загородишь Допустим Обзор камеры И там что-нибудь Своими ручками Понаделать Не ну понимаешь Когда ты вынимаешь Серверы стойки Залезаешь в него Внутрь Чтобы увидеть Что там Делает инженер Можно если только Смотреть из-ву глаз Ты хоть там Обвешайся под потолком Камерами Ты не увидишь Что происходит В сервере Я думаю Это все решается Просто Как бы договором Когда ты ставишь Этот сервер То там Пописывается Некая ответственность В случае Если Инженер Дата-центр Там что-то Не знаю Отвертку уронит Нет Это все Естественности Ни в каких договорах Нет Ни в одном из тех договоров Что я видел Таких пунктов нет Тогда и предъявить нечего Ну да Предъявить нечего Это мои риски То есть Я выбираю Либо Сам ехать В соседний город Сколько-то лететь На самолете Либо доверить Это человеку Который Вряд ли будет портить Что-то намеренно И вероятность Случайности Примерно такая же Как у меня А может быть И меньше Потому что С железом Он работает Каждый день И плюс Все-таки Репутационные риски Со стороны Дата-центра Потому что Если вдруг В интернетах Начнут писать Что они сервералы Роняют на землю Отвертки кидают Да И отвертки кидают Я просто принял Это как Приемлемый риск И отношусь К этому вполне спокойно Ну и прикольно же Когда ты на камеру Снимаешь И делаешь Расскажи еще Пожалуйста Вообще Конкуренция у тебя Есть на этом рынке В нашей стране У нас сегодня Слушать 9 человек Сейчас появится 9 домороченных хостеров Есть конкуренты Я их Нашел пару месяцев назад То есть На момент открытия Конкурентов не было Сейчас есть конкуренты Предлагают Нечто похожее Но при этом Они например Не используют Переключение через BGP Они Могут поднять виртуалку Быстро В другом дата-центре Но с новым IP-адресом При этом Они Преподносят это Как Плюс Слой Что У них есть Несколько адресов В разных дата-центрах Которые Идут Анонсирование Через собственные Автономные системы То есть Как дополнительную Защиту От сбоев Мне кажется Единственный плюс Только если Твой IP-адрес Заблокировали Нет Теоретически Там есть риски Например Что Отвалится Компания Которая Предоставляет Мне Арендованный Блок IP-адресов Или Отвалится Компания Через которую Я арендую Автономную Систему Или Ее Каким-то Образом Взломают То есть Риски Использования Одной Автономной Системы Есть Но Преимущества Удобства Использования Единого Блока Они все же Перевешивают А вот У них Как Переключение Осуществляется Через ДНС Насколько Я понял Да Подробно Я с этими Ребятами Пообщаться Еще не Успел Я их Увидел К себе В закладочке Добавил Что они Есть И Планирую С ними Пообщаться Позже Смотреть Как устроены Они Может быть Купить Их Возможно Купить Попробовать Почему Нет И как У тебя Есть В дальнейших Планах Чтобы Это У тебя Стало Основным Местом Работы Чтобы Полностью Уйти Из Хостера Из 1ГБ Я вряд ли Когда-то Уйду Насовсем Это Очень Хорошее Место Работы Мне Здесь Нравится Это Идеальное Место Работы По Многим Показателям И То есть И о них К тебе К твоему Этому Занятию Тоже Видимо Положительно Относится Не Говоря В курилке Что Вот Там Растет Конкурент Нет У меня Есть Принцип Что Из 1ГБ Я Клиентов Никогда Не Увожу Если Есть Возможность Решить Задачу Клиента В рамках 1ГБ И Ну У нас Просто Немножко Разные Целевые Аудитории 1ГБ Кроме Услуг Дорогих Серверов Работает С массовым Совсем Массовым Сегментом И очень Дешево Мои Услуги Стоят Примерно Вдвое Дороже И Это Та Аудитория Которая Не будет Гнаться За скидкой В дополнительные 5% Которым Нужно Чтобы Их Проект Работал То есть Мы Почти Не Пересекаемся Под Сливой Аудиторией Ну Замечательно Когда На работе Не мешают Сайт Проектом Это Очень Здорово Да Более Того Когда У нас Возникают Какие-то Проблемы Ну В 1ГБ И Клиенты Возмущаются Почему Вы Не Сделали Так Чтобы Мой Сайт Заработал На Сеседнем Сервере Наш Директор В том числе Спокойно Вот Есть F1 F2 Идите Туда Все Смотрят На Ценник И Успокаиваются Круто Удачно Устроился Тимофей Что Значит F1 F2 Это Вообще Это В итоге Отсылка F1 Это Помощь F2 Это Сохранение То есть Такие Горячие Клавиши В целом Когда я Выбирал Имя Доменное Я Думал Над равными Вариантами Потом Вспомнил Рекомендацию Чичваркина В его книге По Тому Как он Сеть Строил Евросеть Что Имя Должно Просто Не мешать И я Выбрал Такое Имя Которое Мне Не Будет Мешать К тому же Оно Короткое Легко Пишется Легко Запоминается Да О Слушай А ты Можешь Напугать Своих Будущих Возможных Конкурентов Немножко Возвращаясь Назад Что ты Говорил Что Изначально Нужны Большие Денежные Инвестиции Чтобы Начать Подобный Бизнес Это Вот Примерно Обрисуй Вот Уровень Суммы Значит Это Я буду Говорить В ценах До Повышения Курса Доллара Ну в доллар Они же не Изменились Наверное А вот В долларах Я к сожалению Цен не знаю Я все покупал За рубли Я все считаю В рублях Окей Это Где-то Было 200 Или 300 Тысяч На Сервера Разовые Вложения И Где-то Еще Тысяч Может быть 20-30 Инфраструктура Стоит Ежемесячно То есть Это Не очень Много Для Существующих Костеров Это Не много Для Больших Компаний Но это Достаточно Много Для Наколеночников Которые Арендовали Там Сервер За полторы Тысячи Рублей В месяц И Своё Решение За 20-30 Тысяч В месяц Будет Строить Дорого Да Здесь Где-то Полмиллиона Получается Сумма Которой Стоит Начинать Чесаться Но С другой Стороны Повод Взять Кредит Если Хочешь Что-то Сделать И Действительно Можешь Ну Или Считаешь Что Можешь А Вот Здесь Есть Еще Одна Проблема Кроме Того Что Сделать Это Потом Нужно Продать Если Кто-то Соберется Делать Что-то Такое Обязательно Сначала Найдите Человек Который Сможет Это Продать Ну Так Я же Так Понял Что Ты Как Б Сам Себя Продал В Конечном Итоге Пока Да То есть Я Пока Ищу Партнера Который Сможет Заняться Продажами Который Умеет Это Делать Который Знает Как Клиенту Рассказать О том Что Ему Это Нужно То есть Клиентов Много Потребности В Отказоустойчивости У Клиентов Есть Но Клиенты Об этом Не знают Они Об этом Узнают Когда С ними Что Случается Слушай А что Мешает Большим Игрокам На Современном Рынке Сделать То же Самое Потому Что Решение На самом деле Технически Не Сложное Я Думаю Что У них Просто Другие Задачи Например Один ГБ Он Работает С Массовым Клиентом Мой Сегмент Не Настолько Массовый Чтобы Заинтересовать Крупного Игрока То есть Он С одной Стороны Их Относительно Много Но Относительно Например В абсолютных Цифрах То есть Клиенты Есть Но Их Гораздо Меньше Чем Клиентов По 100 Рублей В месяц Суммарный Объем Получается Меньше И Второе Крупные Игроки Делают Дорогие Решения Для Интерпрайза Где Один Клиент Принесет Сразу Миллион Два Три В год И ему Незачем Строить Вот эту Инфраструктуру Для Кого-то Более Мелкого Просто Для них Невыгодно Ну и плюс Хочу еще От себя Добавить Что для Крупных Проектов Становится Еще более Важным Не только Сетевая Эта История А Синхронизация Состояния Внутри Виртуальной Машины Что если Тимофей Дает Возможность Переключаться Между Машинами Со статичным Контентом Например Нет Ты меня Неправильно Понял Статичный Контент Это было Про то Что две Машины Работают С одним Айпишником И вот Как они Между Собой Будут Синхронизироваться Это Неважно В целом Проект Он Позволяет Размещать Любые Сервера То есть Состояние Виртуальных Машин Между Дата Центрами Оно Синхронизируется И Если Например Дата Центр Или сервер Упадет То Резервная ВДС Она Запускается И продолжает Работать С того места Где остановилась Первая То есть В том и суть Что Тот же Интернет Магазин Он Продолжает Работать Без Потери Данных Так Окей А мы Тогда Про какой Гипервизор Говорим КВМ КВМ Окей И У него Частота Синхронизации Какая Будет Не Синхронизируется Состояние Памяти Машин Синхронизируется Состояние Дисков А Окей А Все равно Как Часто Синхронизация Идет Непрерывно Но Синхронно То есть Есть Задержка Может быть Там В обычном Состоянии Доли Секунды На пиках Может быть Одна Две Секунды Ну То есть В принципе Конечно Амазон На этом Не запустишь Но Средние руки Магазин Вполне Переживут Действительно Да Для больших Интерпрайз Проектов Или банков Это Совершенно Неподходящее Решение Им Нужны Дорогие Интерпрайз Решения Подавляющее Большинство Интернет Магазинов Это Более Чем Достаточно Да А скажи Еще Мы говорим Про Горячий Резерв Правильно То есть Работает В одно Время Один Сервер Да При этом Полностью Зарезервированная Мощность Для Этого Виртуалки Во втором Дата Центре И Она Гарантированно Поднимется Во втором Дата Центре Еще Забыл Тут Смотрю В план Забыл Рассказать Одну Из причин Возникновения F1 F2 Я Почитал Соглашение О качестве Обслуживания Разных Провайдеров В том числе Облаков Которые Говорят Что Вот у нас Кластер Если Сервер Упадет То Поднимется На втором Ну Это Хорошо Может быть Кластер Да Ну Кроме Того Что Он в одном Дата Центре Там Есть Такие Интересные Пункты Например Что Хостер Может Предупредить Клиента О том Что он Будет Проводить Какие-то Свои Регламентные Работы И Это Время Не Считается В Даунтайм Вот Это Меня Всегда Смущало Как Так Человек Покупает Сервер За него Платит Он Платит В частности За то Что Прорекламировано Что это Будет Работать Бесперебойно А тут Провайдеру Ну Условно Надо поменять Маршрутизатор Он Говорит Так Завтра Я меняю Маршрутизатор Полчаса Все будут Стоять Ну Слушай Обычно Такие Провайдеры Очень долго Не живут Да Да То есть Которые Живут На одном Маршрутизаторе А что Такие еще Есть На самом деле Нет Промашрутизаторы К пример Условный Не Я понимаю Я имею ввиду Что именно Те Которые Говорят Что Извините Мы завтра На полчаса Завтра Вырубим Все Ну Вы Что Сделайте На практике Я каждого Из провайдеров Не пробовал К тому же Это нужно Пробовать На протяжении Очень Долгого Времени Чтобы Понять Есть Такое Или нет Но В договорах Во всех договорах Которые Я читал Прописано Что они Имеют Право Так Делать Прекрасно Вот По Моим Договорам С клиентами Максимальный Простой ВДС Составляет 15 минут В месяц Без Исключения На собственные Работы Да Это Правильный Такой Пунктик А в Москве И Питере Разные Провайдеры Да Это тоже Был печальный Опыт Размещение В Германии В Хэтснер Были Два Сервера Тоже Динамически Переключающимися Адресами Силами Самого Хэтснера И Хэтснер Меня уверял Что интернет У них Два разных Дата-центра Интернет Полностью Независимый Падает в одном Работает в другом Все нормально И Где-то Сейчас скажу Два года назад У них сгорел Центральный Маршрутизатор Который обеспечивал Интернетом Оба этих Дата-центра И легло Все Ну Это Как говорится Самый Навороченный Дата-центр Не защищен От пьяного Экскаваторщика Вот Поэтому Одним Из условий Было Выбрать Два разных Дата-центра Независимых По каналам Независимых Юридически То есть Что бы ни случилось С одним Дата-центром Второй Будет продолжать Работать В частности По юридически Различающимся Дата-центрам Это Стало Обращать Внимание После Истории Изъятия Серверов Из какого-то Дата-центра Если Компания Одно Юрлицо Представлено В Москве И Питере Вполне Могут Прийти Закрытили Изъять Серверы В обоих Городах Одновременно Никто Им не Помешает Вот Здесь Такой риск Со стороны Дата-центров Отсутствует Как я Вот Описал В статье Все равно Остается Риск Что Закроется F1 Или Изымится Сервера Именно F1 Но Это Уже Такой Риск От Которого Можно Уйти Только Путем Построения Собственной Инфраструктуры Ну Или Иметь Сервер В другой Стране Ну Вот Смотри Если Я Предоставляю Услугу Я Предоставляю Два Сервера В разных Странах Я Закрылся Сервера Закрылись Вместе Со Мной То Конечного Клиента Это не Спасет От моего Таки Твоя Личная Инфраструктура От этого Не спасет А я Говорю Что Личная Инфраструктура Клиента То есть Если Клиент Сам Делает Все То же Самое Что Делаю Я Тогда Его Волнует Только Собственное Закрытие Здесь Его Ну Как бы На клиента Ложатся Риски По Еще Одному Юридическому Лицу Я Понял Но Опять же Это Риски Одного Юрлица А не еще там Дата-центры И потом Над дата-центром Еще какой-нибудь Провайдер Слушай Ну а уже Выстреливало Были У тебя Кейсы Когда Приходилось Переключаться Ну да Вот так Чтобы Клиенты Были Спасены Было Два Или Три Месяца Назад Были Проблемы С Электроснабжением В Московском Дата-центре Всех Переключил В Питер Переключил Ты имеешь ввиду Что сидел Ручками Или просто Узнал Уже По факту Нет Пока Ручками Пока Ручками То есть Пока Идет Мониторинг Переключение Идет В ручном Режиме Искал Систему Кластеризации Которая Будет Это делать Автоматом Но К сожалению Готовые Решения Они рассчитаны Все на работу В локальных Сетях С предсказуемыми Маленькими Задержками Поэтому Сейчас Пишу Свою То есть Ничего Все было доступно Но был риск Что сломается Ты поэтому Перенес Нет Все упало И поэтому Я поднял Виртуалки В соседнем Дата-центре И все продолжило Работать Ну Понятно Так Получается В твоем Решении Даже Нету Проблемы Географической Разнесенности Серверов Ну Какая Вот Которая Наличествует В большинстве Как бы Решений Завязанных На синхронизацию Состояние А Диорезервирование Да Это вот Как раз Один из плюсов Что Интерпрайзные Решения Они Предоставляются Предложения На рынке Есть Но Они Все там В рамках 80-100 Километров Друг от друга Не в разных Городах Ну Кстати В последнем Этой Вот Шестой Версии В каком-то Там Патче На ВМВаре Мы их дадим В разных Городах И продавая Там Клиентам Но Вопрос О том Чтобы Задержка Репликации Была Максимум Одна минута Их Как-то Смутил Да Он Ноги Смущает Что Либо Близко И Быстро Либо Далеко И тогда Там Репликация По расписанию Там Раз в 15 Минут Или раз в час Да Живая Репликация Штука Медленная В этом Асинхронная Репликация Очень спасает Но По-моему ВМВарь Такого Не знаю Умеет Или не умеет Не буду врать По-моему Умеет Ну ладно Но не суть А что у нас Сегодня чатик Совсем безмолв стоит Там чатики Трое нас Да Некий джет Так что Сегодня Безмолв стоит Ну и если вопросов У нас больше нет То я предлагаю Наверное На сегодня Заканчивать Некому Большое Что-то сказать Что-то спросить Усиленно Думают Вопросы На самом деле Нет Просто Реально Это всегда Ну когда не знаешь Кажется Даже не знаешь С чего Начать Чему схватиться А тут Все в принципе Да понятно Все технологии Известны Это один из принципов Я тоже в статье Описывал Что все технологии Брались так Чтобы их можно было За 10-15 минут Объяснить Любому администратору То есть Чтобы и я Впоследствии Мог спокойно Нанимать Дальше Сотрудников И чтобы не было Проблемы Что вот есть Один там Тимофей Который все придумал Который знает Как все устроено И без него Больше ничего не работает Нет Прозрачность Твоей инфраструктуры Прям это большой плюс Все понятно Не боишься Что придет Там следующий Тимофей Сделает все В два раза дешевле Точно так же Ну за счет того Что ты как по честному Все всем рассказал Нет Не боюсь Также вот Многие Сурс проекты Пожалуйста Они всем все рассказывают Но почему-то Клиенты обращаются Именно К тому Кто придумал это первым Который Наступил на большее количество Граблей И знает больше нюансов Как все это сделать Грамотно И надежно Не ну К кому сейчас пойдут клиенты К какому-то новому Непонятному Или к тому Кто на линг-миап засветился Это то понятное дело Что истина Только у нас Никого другого Слушать нельзя Ну на самом деле Конкуренты Которые вот Появились Меня они только Порадовали Это означает Что я двигаюсь В правильном направлении Спрос увидел Не только я Можно спокойно Двигаться И развиваться дальше Здесь только успехов Можно пожелать Всяческого развития Спасибо Кстати Тимофей Спасибо тебе Что пришел Рассказал Это пожалуй Один из тех Трех подкастов В которых я понял Все На самом деле Очень доступно Спасибо тебе Спасибо за беседу Было приятно Всем пока Всем пока Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok